Дискотеки Авария Дискотек 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 Авария Ну, иногда расстраиваюсь, потому что много хороших людей, но очень много людей. Вот эта энергия, да, такой злобы прям вообще ужасно, очень много. Причем непонятно из-за чего. Вроде у людей-то все есть, а все равно злые какие-то. В магазине там, где-то там на улице. Ну, как-то много злобных. Больше как-то улыбаться надо, надо как-то вот спокойнее, изи. Вот как-то надо поспокойнее ко всем. Ну, случилось, случилось, надо. А у нас как бы вот такая... Там, я не знаю, там машина подрезала, да, подрезала, там, ну, я не знаю, девочка молодая. А там водитель сидит, и он начинает... Ну, а чего? Ну, подрезала. Ну, ничего страшного. Пять, два, три, четыре, пока не обломили. Пять, шесть, пока здоровье есть. Семь, восемь, окуда ноги носят. Восемь, семь, это понятно. Семь, шесть, не надо объяснять. Четыре, три, два, один. Мы веселимся, блин. Что это за диджей? Что это за клоун? Нам таких не надо. Диско-суперстар. Олег Жуков, четвертый участник дискотеки «Авария», ушел из жизни четыре года назад. У Олега был рак. В это невозможно было поверить. Он казался воплощением жизненных сил и здоровья. После смерти Олега ребят часто спрашивали, не хотят ли они взять в коллектив нового участника, так сказать, на замену. Ответ был один. Друга невозможно заменить. Первый раз вышли на сцену на, по-моему, 8 марта это было как раз. Что-то было бомба года такое. И мы там выступали. Ну, не знаю, у меня вообще как-то... У меня было ощущение, что он где-то рядом, где сейчас находится. Было такое, не знаю... Трудно поверить, но я ощущал его присутствия. Вот именно в тот день. Мне кажется, его всех больше любили. Больше, чем нас Даша. Потому что он был очень добрым. И излучал такую доброту, что она распространялась очень далеко. Когда мы снимали диско-службу Пепси, и у нас три атаки в Таллинге, Олег уже был в операции. И все было хорошо. Рыжо уже песню писал, диско-суперстар, только для того, чтобы Олег возвращался. Потому что мы в тот момент выступали без него, а он болел. А получилось так, что как бы песня, как воспоминание, ну... Так не может быть. Обязательно поправится. И как раз во время его болезни создавался альбом «Маньяки». И он участвовал во всех песнях, в которых только его можно было задействовать. И мы были абсолютно уверены, что сейчас выйдет альбом, Олег поправится, и все снова будет хорошо. Мы бы хотели, чтобы, во-первых, он у нас закончил институт, значит, был большим человеком. Но в его мыслях, видимо, другие были, значит, в его главе были другие мысли. Его все время тянуло, значит, к какому-то творчеству. После 11 класса сказал, я школу закончила, теперь я буду, значит, все самостоятельно решать. Однажды к нам в город еще до аварии, до дискотеки, приехал в Пермский театр оперы и балета. Мы же не знали, он нам не рассказывал, а потом говорит, я устроился на работу в театр оперы и балета. Я говорю, как ты устроился, кто тебя взял? Он, да, вот в группу, по-моему, я, может, ошибаюсь, группа «Меманса», то есть массовка. Вот, значит, я помню, была, значит, опера «Царская невеста», он там в «Гусляра» играл, там еще как-то. Нас пригласили. Значит, конечно, мы ходили, да, мы ходили слушать оперы, и было приятно, когда, в общем-то, особенно, вот у меня сестра старшая. Но он еще и приятель там с ним тоже, они записались. У меня старшая, старшая сестра в Москве живет, с мужем приезжали, с Москвой тоже. Значит, все сидели и плакали, говорит, Олег-то у нас на сцене, смотри. А что еще любил, помимо, вот, дядра, сцена, чем увлекался? Машину. Это его хобби, машину. Когда мы, я его раньше спрашивал, вот мы с мамой спрашиваем, Олег, что тебе подарить на день рождения? Он говорит, машина. Ну, это он так, он знал, что, конечно, мы не подарим. Ну, подарили же, почему не подарили? Смотрели в окно, как он первый раз поехал на этой машине, и приехал, наверное, через неделю. На стукнутой машине. Ну, немножко так. А так он любил все. Собирал всякую мелочь. Я его спрашиваю, ну, зачем тебе Олег? А он отвечает, чтоб было. Это его крылатое выражение, чтоб было. А вот был период какой-то, когда они уже стали популярны, что вы почувствовали, что ваш сын звезда. Вот он играет в звездной группе. Наверное, был, конечно, когда уже вот... Ну, это, может быть, не такое чувство, что звезда. Я не знаю, как это звезда, может быть, может, и громко сказано. То есть мы-то его как звезду не воспринимали. Ну, когда возвращался, вот сюда приезжал в клуб, то есть у них была, ну, так называемая грядка, очень много было, ну, они по возрасту, может быть, на несколько лет помоложе, Олега, ребята там, девушки все. Ну, уже какая-то сложившаяся такая компания, круг определенный, он их называл грядки, это наши грядки, они себя так сами называли. Их там человек, наверное, 15 было. То есть вот они его всегда обрепляли, как, не знаю, значит, и Галчатова с Галкой. И все с ним, ну, додорейшей души человека, совершенно не жадный, то есть мог отдать все, что угодно. А за ребятами мы все равно постоянно следим. Конечно. Даже вот после смерти Олега, ну, как бы уже вроде наоборот бы, может быть, должно что-то такое... Нет, мы следим, наблюдаем. И рады, когда у них новые песни выходят, появляются. Иногда смотришь и думаешь, ну, может быть, вот вдруг Олег... Вот здесь бы, может, и Олег появился, здесь бы Олег появился. Ну, чудес не бывает. Песня «Четверо парней» также была написана для альбома «Маньяки». Но тогда мы не успели ее доделать как следует. Ну, и на самом деле уже хватало материала на тот альбом, что мы ее просто отложили до лучших времен. И потом, когда Олега не стало, мы решили вообще не издавать эту песню до тех пор, пока не наступит подходящий момент. А таким подходящим моментом мог быть только выход нашего следующего альбома, который мы сразу же в тот же момент решили назвать именно «Четверо парней». И в одноименной песне, которая как бы дала название альбома «Четверо парней», целый куплет поет Олег. То есть мы думаем тем людям, которые Олега помнят, это будет очень приятно. И надеемся, что мы поступили хорошо. В том особом мире человеческих чувств, где существует любовь, честь, память и крепкая мужская дружба, их по-прежнему четверо. Четверо настоящих парней. Дискотека-авария. Субтитры создавал DimaTorzok